5, 4, 3, 2, 1, поехали! Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Детская служба новостей. Это программа с яркими сюжетами, интересными фактами и путешествиями. Это неделя для школьников последняя перед каникулами. Уже субботы отдых. Дети, мы вас поздравляем. А вот родителям придется подумать, чем развлечь отдыхающих. Задача сложная. Хорошо, когда есть куда отправить ребенка к бабушке или на море, в лагерь. Вот если бы существовал такой город детей, куда все школьники дружно ехали на все каникулы. А что, если представить такой идеальный город, каким бы создали его дети? Всем привет! Меня зовут Абрамова Анжелика, мне 11 лет. Если бы я стала мэром города, я бы открыла очень много парков, допустим, для прогулки, парк развлечений. Также я построила много домов, где могли бы жить люди. Разные дома. Некоторые будут покрыты граффити. В основном будут дома разноцветные, допустим, какие-то красные, розовые, зеленые. Я буду создавать сказочную атмосферу. По улицам города будут ходить персонажи известных сказок, мультиков. Еще каждый вечер будут салюты. Я сделаю по утрам волшебную музыку, то есть будет на весь город играть музыка. Будет очень весело вставать. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алексей Иванов-Дунов. И мне 10 лет. Если бы я стал мэром города для детей, то этот город бы превратился в сказку. Этот город будет называться «Страна чудес», где дети могут делать, что захотят. Будут есть вредную еду любую, играть на компьютере, сколько захотят. По вечерам будут знаменитости приезжать. Аня Лорак, Егор Крид, конечно, Филипп Киркоров приедет. Дети, которые желают учиться, у них будет определенное место в этом же городе. И будут туда приходить и учиться, сколько захотят. Всем привет! Меня зовут Полунина Ангелина, мне 8 лет. Если бы я была мэром города для детей, я бы там сделала кружки по танцам и сделала бы кружок для телеведущих, потому что все-таки дети когда-нибудь в этом городе соскучатся по школе, по всем кружкам. И все-таки отдыхать часто – это надоедает. В моем городе детей можно будет научить плавать, танцевать, потому что у них каждый день будет дискотека. Они будут весь день ходить на дискотеку, читать, играть, заниматься спортом. Я считаю, я была бы не очень уж и хорошим мэром и не очень уж и плохим. Я была обычным мэром города, который создавал в своем городе что-то новое и туда каждое лето запускал детей за бесплатно. Всем привет! Меня зовут Даша, мне 12 лет. И я хочу создать единорожный город, и там будут разные милые штучки, единороги и все розовое. Туда будут приезжать девочки, которые хорошо закончили год и вообще хорошо учатся, и все хорошо у них. Там всякие будут сладости, маршмейл. Там будет фотостудия единорожная, мило. И там карусели будут, и там качели в виде единорогов. Там будут производить шоколад и маршмейл для всей страны. Это будет на большой красивой мельнице. Будут проводить экскурсию для других девочек. И туда можно только приходить в мимишных розовых вещах. Всем привет! Меня зовут Кристина, мне 11 лет. Когда я стану мэром города детей, я назову его Диснейленд. Туда будут приезжать дети с разных городов летом. Я считаю, что должны приезжать все дети вне зависимости от оценок, плохие у них они или нет. В моем городе будут разные тропинки, они будут разноцветные. Например, у меня там будет зоопарк, там на дороге будут изображены звери. По этим зверям надо идти, и придешь в зоопарк. Все дела будут делать взрослые по желанию. Если они хотят, приедут это делать, а если не хотят, то нет. Тогда у нас будут наниматься разные работники. И отличительной особенностью моего города будет то, что мы туда привезем бабочек, и они будут летать и дарить детям счастье. Бабочки будут огромные, красивые, редкие и экзотические. А у вас дома есть питомцы, собаки или кошки? Наверняка, хотя бы иногда, они смотрят с вами телевизор. Но как они видят? Сейчас узнаем. Здесь зрение собаки. Говорят, что они видят мир черно-белым, но это не совсем так. А вот так размыто выглядит мир для кошки днем. Зато ночью они видят лучше нас. Осень – это время цветных листьев и фотографий на фоне ярких деревьев. А у вас есть такие? Люди, которые живут на экваторе, они не знают, что такое осень. У них ее не бывает. А в Новой Зеландии и Австралии осень начинается 1 марта и заканчивается 31 мая. А Новый Год у них летом. Мечтаете стать популярным, быть королем дискотеки? Тогда вам нужно стать диджеем. Придумать себе имя и начать создавать музыку. Да, современные диджеи – это композиторы. Даже если они и не знают нот. Представьте себе школу, где не нужно учить наизусть стихотворения и слова или писать от руки. А контрольная работа или экзамен – это дискотека. Конечно, речь идет о школе диджеев. Отличная профессия. Здесь пишется музыка с помощью компьютеров и других интересных инструментов и приспособлений. Сзади вас представлены рабочие места, за которыми ребята занимаются. Передо мной контроллер. С его помощью трек можно запустить, замедлить или ускорить. Сначала слушаем ударные и замеряем, сколько ударов в минуту в композиции, как пульс у сердца. Итак, у этого скорость сколько у нас? 124, а у этого 125. Чтобы наши треки соединились, сошлись прямо идеально, нам надо, чтобы у них скорости были одинаковые. Надо эту скорость сделать 124. Итак, вот с помощью вот этой регулировки, она называется pitch, мы можем замедлять, либо ускорять трек. Это не просто рычажки, а диджейский сетап. То есть набор инструментов, с помощью которых диджея сводят композиции. Знаете ли вы, кто такое сведение? Сведение это когда одна мелодия плавно и незаметно перехла в другую. Сейчас я это попробую сделать. Чтобы одна песня незаметно влилась в другую, диджей ее готовит. Он заранее включает ее себе в наушники. Вот и ответ, почему диджеи надевают наушники только на одно ухо. В одно они слышат музыку, которая играет для всех, а в другое, которая только собирается вступить. А теперь займемся скретчингом. Скретч – это музыкальные рисунки с помощью звуков пластинки, которые могут добавлять диджеи. Слушай музыку, музыку слушай. И, конечно, каждый диджей сочиняет музыку. Давайте посмотрим, как это происходит. Кто-то прописывает, я не знаю, клавишную партию, кто-то любит начинать с бета. Вот, с чего бы вы хотели начать? С баса. Окей. Можно выбрать какой-нибудь. У кого руки тут близко, могут попробовать что-нибудь наиграть на вот этих кнопках. Сейчас мы включим режим «Запись» и запишем то, что наигрывает. Потом слушаем и думаем, что с этим можно сделать. Обрабатываем и получаем композицию. О, посмотрел. Как в компьютерных играх. А теперь мы можем кардинально менять музыку с помощью разных настроек аквалайзера. Получаем вот такой вот глубокий бас, обрезая высокие частоты. Дальше можно совершенствовать и совершенствоваться. Диджейн затягивает на час, на всю ночь, на всю жизнь. Любите музыку. Знаете ли вы, что в каждом человеке есть золото? Правда, его совсем-совсем мало. И находится оно в наших костях. Но когда в организме человека образуется недостаток золота, то человек может серьезно заболеть. Поэтому, когда мама говорит вам «моё золото», она права. Каждый человек немного золотой. Угадайте, где мы находимся. Вам помогут ключевые слова. Украшение, тиснение, резьба, а еще металл. Догадались? Мы в ювелирной мастерской. Ювелирная кухня. Единственный в крае музей, где школьники могут попробовать себя в профессии ювелира. Познакомиться с терминами, задать вопросы, поработать с инструментами. Для одних это станет ярким днем, новыми знаниями и впечатлениями, умениями. Другие всерьез задумаются о выборе профессии и останутся в ювелирном деле. Сегодня мы сделали подарки своими руками. Вот этими. Это будет прекрасным сюрпризом для мамы или папы, дедушки, бабушки. Или друзей, а можно и себе оставить. Я, например, хочу написать любимому папе. Сегодня ребятам представится возможность самим сделать кулон, на котором будут выгравированы надписи, например, «Любимой маме» или «Лучшему папе». Ювелир – это не просто профессия. Это умение сделать из драгоценных камней и металлов прекрасное украшение или необычную вещь, например, вазу. Работать ювелиром нелегко, поскольку это кропотливый труд, требующий художественного мастерства, профессиональных навыков, знания химии, физики и много других качеств. Скажите, а сколько времени надо, чтобы обучиться этой профессии? Вот я больше 20 лет работаю и все равно еще учусь. Ювелиры – это тоже художники. Не зря существует выражение «ювелирное искусство». В этой профессии ценится воображение и художественный вкус. Но этих компонентов недостаточно. Нужны знания и понимания химии и математики. А еще важна точность. Например, на ювелирные весы гирьки кладут только пинцетом, ни в коем случае не руками, чтобы жир с рук впоследствии не утяжелил гирьки ни на микрограмм. Ребята были в восторге от мастер-класса. Каждый принял участие в создании украшения себе или своим родственникам. Получились необычные подарки для мам и пап, которые в скором времени будут носиться на шее или радовать глаз, стоя на полке. Все дети остались счастливы и довольны. И в следующий раз ребята дополнят кулон модными сережками, сделанными своими руками. Перед вами символ города Барнаула – дом под шпилем. Его украшения – огромные часы. Как вы думаете, когда их создали? Тогда же, когда и здание? Вовсе нет. Здание было построено в 1956 году, а часы больше 40 лет спустя. В 99-м. В следующем году им, часам, исполнится 20 лет. Спроектировал их и собрал Владимир Иванович Денисов. Много инженеров делал в своем гараже. Например, циферблат. Его диаметр 2 метра 20 сантиметров. А еще часы били каждый час. Но жители попросили убрать эту функцию. А вот подогрев часов оставили, чтобы они не замерзали и шли круглые сутки, круглый год. Сейчас, смотрите, часов вышел на пенсию. Но все равно, как минимум раз в неделю, приходит проверять часовой механизм. Почистить, подмазать, отремонтировать. Поэтому они идут без боя и без перебоев. На сегодня это все. Желаю вам отличного настроения и такой же учебы. Занимайтесь спортом, учитесь рисовать и готовить еду. Угощайте близких, дарите им радость. Помогайте мамам. А еще я желаю всем быть счастливыми. Хорошей погоды и только хороших новостей. Пока-пока. Увидимся через неделю.